Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Колонна российских военных, то есть не военных, а ЧВК Вагнер, которые какие-то миссии выполняют на африканском континенте, попала в засаду Туарегов. Друзья мои, древнее, древнее, непростое племя. Еще английские красные мундиры помнят вот этих вот, с одной стороны, кажется, диких людей, но на самом деле древнее племя, которое никогда не пускало на свою территорию чужеземцев, кто бы это ни был. В принципе, да, они живут на территории разных стран, но не подчиняются, не подчиняются законам. У них свое, да, племя Туарегов. И этот вот вольный ветер пустыни, который не смогли покорить английские красные мундиры, не могли ни французы, ни американцы. И вот теперь, видите, с ним столкнулись и граждане России. К сожалению, к сожалению, потому что стоит сожалеть вообще о военных действиях. И колонна ЧВК-Вагна была, попала в засаду, была разгромлена, уничтожена, много убитых и даже пленные. И был сбит даже вертолет. То есть вот эти вот, вроде как, ну, как бы, такое племя, да, племя Туарегов. Очень опасные и сильные люди сбили вертолет, разгромили колонны с броневиками. Броневики не просто же так. И убили и пленили, в принципе, людей профессиональных военных. Не просто каких-то там добровольцев, ополченцев, а профессиональных военных, наемников, для которых война это ремесло. То есть, видимо, для Туарегов, которые с детства, вот они прямо, как я не понимаю, дети, они уже являются воинами и защитниками. И держат там ружье, автомат, саблю. И защищают свою территорию. Здесь мы не будем говорить, кто прав, кто виноват, потому что это древняя земля. И Туареги никогда никого не пускали на свою территорию. И сколько бы ни пытались какие-то государства, что-то им там втирать, только на паритетных основах, да, вы нас не трогаете, и мы вас. Ну вот здесь, видите, схлестнулись силы силами. Древнее племя и ЧВК Вагнера. Туареги победили. Мы только, друзья мои, смотрим, наблюдаем. Сожаление, потому что что делать на самом деле россиянам в далекой Африке с оружием в руках? Мне кажется, каждый должен заботиться о своей территории, о своем государстве. В нашем государстве достаточно вызовов внутри страны для того, чтобы профессиональные войны здесь применяли свои навыки, защищая эту страну от негативных явлений, от беды, от пришельцев, которые, такое впечатление, что уже в этой стране хозяйничают. Вот мне кажется, это важно. И я печалюсь о погибших, погибших россиянах. Печалюсь, хотя кажется, что не стоило, не стоило вообще туда ехать. Но это лично мое мнение. Все, драгоценные мои друзья, пока, счастливо.